МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости дня. Мы готовы рассказать о самых заметных событиях в городе-области. В студии Татьяна Штиллер. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ковид не отступает. Тяжелобольных в стационарах все больше. 700 тысяч рублей штрафов за нарушение масочного режима. Роспотребнадзор проверяет предприятия. Жильцы многоквартирного дома против пивнушки. Арчане добиваются тишины и отдельного счета за бытовые услуги. Вернуть земли сельхозназначения в оборот. Новые территории дадут рост производства собственной продукции. Уходим в минус, когда ждать первых морозов и снега. Прогноз от Оренбургского гидрометцентра. 14 медалей из Сочи. Оренбургские легкоатлеты вернулись с чемпионата России. И начнем с данных по коронавирусу. В области 169 положительных тестов на COVID-19 за сутки подтверждены лабораторно. Данные публикует оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число оренбургцев, подхвативших вирус с начала пандемии, без малого 15,5 тысяч. За это же время от вирусной пневмонии скончались 96 пациентов. В стационарах области лечится более тысячи человек и почти 200 из них в тяжелом состоянии. Победили недуг уже 13 553 жители области. 79 человек в понедельник закрыли больничные листы. В области продолжается мониторинг мест с массовым пребыванием людей. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора за пять дней составили 30 протоколов. Они касаются тех заведений, которые пренебрегают правилами поведения во время пандемии. Свыше 700 тысяч рублей – это цифра штрафов, которую должны теперь заплатить предприниматели-нарушители. Проведено 40 рейдов, 16 внеплановых проверок, результатом которых стало приостановление работы девяти организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщают в ведомстве. Возобновить свою работу данные точки смогут только после исправления всех нарушений. Так, после временных ограничений уже приступили к работе предприятий общественного питания в Бузулуке, Медногорске, Оренбурге, Орске, Новоорском районе. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства и торговли Оренбургской области. За весь период введения ограничительных мер ведомством возбуждено 279 административных дел. Большая часть на объектах торговли и общественного питания. 58 дел в отношении оренбургцев, которые пренебрегли требованиями в период изоляции. Измерять температуру тела придется по-новому. В региональном министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о том, что ртутные градусники исчезнут с витрин аптек. Предполагается, что уже в 2021 году их производство будет полностью остановлено. Девицит приборов для измерения температуры тела в регионе наблюдается около месяца. Корреспонденты ОРТ прошли по всем крупным аптечным сетям областного центра. Обнаружить в продаже градусники удалось только в нескольких точках. В профильном министерстве связывают это с действием Международной конвенции по ограничению оборота ртути в бытовых условиях. Россия подписала это соглашение в 2014 году. По срокам эта конвенция до 2020 года. То есть с 2020 года прекращается эксплуатация и производство не только ртутных медицинских термометров, но и других приборов, где используется ртуть. Таким образом планируется, что до конца года производство ртутных градусников полностью остановят. Реализация этих мер отразилась на количестве градусников в аптеках, добавляют в региональном Минздраве. И подчеркивают, для измерения температуры можно воспользоваться альтернативными приборами. Это спиртосодержащие, электронные и градусники с термометрической жидкостью. Выходные не обошлись без происшествий. Только за последние сутки в регионе зарегистрированы десятки степных пожаров. Есть дорожные аварии и эвакуация людей с торговых комплексов. Подробности в следующем материале. Огненный коридор, так очевидцы в социальных сетях называют пожар в районе поселка Круторожина, города Орска. Языки пламени вплотную подходят к проезжей части. Местами из-за дыма пропадает видимость. Возгорание происходит в воскресенье днем. Борьбу с огнем усложняет сухая ветреная погода. Полностью ликвидировать его удается лишь к 11 часам вечера. Получить пожара более 200 гектаров. Смертельная ДТП-трагедия произошла в городе Ясном на улице Ленина. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса вовремя не затормозил. От полученных травм 8-летняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. Сотрудникам МВД в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Не заметил автобус. Дорожная авария произошла на улице Донгусской в областном центре. В маршрутку врезался автомобиль такси. Очевидцы рассказывают, что водитель легковушки не соблюдал дистанцию, не снизил скорость, когда автобус поворачивал к остановке. О пострадавших ничему не сообщается. Очередное сообщение о минировании в Оренбурге. В воскресенье продавцов и покупателей торгового центра «Гулливер» эвакуируют. Пожарные, скорая помощь и кинологи, спецслужбы проверяют все помещения. Информация не подтверждается. Напомним, за выходные это второй подобный случай. Ранее сообщалось о лжиминировании ТРЦ «Кит». Ольга Энгельс, Маргарита Пакирова. Новости дня. Продажа алкоголя после 10 вечера и электроэнергия за счет жильцов многоквартирного дома. Магазин на первом этаже приносит много неудобств жителям Орска. Люди пробовали договариваться с собственником, обращались в полицию, администрацию, но безрезультатно. Мои коллеги отправились на восток региона, чтобы разобраться в ситуации. Вот ее, а вот общедомовые, правильно? Да, да, да. Я отказалась платить. Энергоснабжение общедомового имущества в разы превышает затраты жильцов. И с каждым месяцем цифры в квитанциях становятся все больше. Люди отказываются платить. Они уверены, что это расходы магазина, который расположен в одной из квартир дома. Мало того, что они подсоединены к нашему общедомовому счетчику, раскидывают еще на первые и третьи подъезды. И нам пришли огромные счета. Теперь нам еще пришли письма с «Энергоплюс» угрожающие, что нам свет вообще отключат. У нас стоят везде энергосберегающие лампочки. У нас лампочка полтора-два часа работает в подъезде. Все добропорядочные. Мы на ночь закрываем двери, свет выключаем. Идем в магазин. Продавец тут же начинает звонить руководству. Администратор в телефонном разговоре утверждает, что о проблеме ничего не знает, но готовы все исправить, если будет подтверждение от энергетиков. В ресурсоснабжающей компании свое видение ситуации. Объем потребления этого юридического лица минусуется из общедомового потребления. Поэтому говорить о том, что жители платят за потребление юридического лица, нельзя. Мы видим, что жители 23-го дома по улице строителей нерегулярно передают показания индивидуальных приборов учета. При начислении платы за ОДН по электроэнергии учитываются и показания индивидуальных счетчиков, и общедомового прибора учета. Еще одна проблема – продажа алкоголя после 10 часов. Жильцы дома рассказывают, уже несколько лет пытаются добиться закрытия пивного магазина в их доме. Это кадры так называемых контрольных закупок, которые проводили сами люди. А теперь покажите, пожалуйста, соответствующие документы, право продажи алкоголя после 10. Девушка искренне удивляется. Таких документов у нее нет, и это не единичный случай. Торговля здесь идет каждую ночь, говорят жильцы. Почему не приостановлена продажа алкогольной продукции после 10 часов вечера в Орске? И какое наказание понесет собственник и продавцы магазина? С официальным запросом мы обратились в городскую администрацию. Ольга Энгельс, Инна Томилина, Владислав Горбунов, Семен Воробьев. Новости дня. И добавим, если вы попали в сложную ситуацию, которую не можете решить самостоятельно, и ваша проблема требует огласки, звоните нам. Корреспондент ОРТ готовы помочь. На телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии. 8 800 257 00. Звонок бесплатный. Это новости дня. И вот что будет во второй части программы. Вернуть земли сельхозназначения в оборот. Новые территории дадут рост производства собственной продукции. Уходим в минус. Когда ждать первых морозов и снега? Прогноз от Оренбургского гидрометцентра. 14 медалей из Сочи. Оренбургские легкоатлеты вернулись с чемпионата России. Мы продолжаем. Вовлечение в оборот сельхозземель. Специалисты Министерства сельского хозяйства подсчитали в России неиспользуемых площадей более 40 миллионов гектаров. Новые территории нужны для дальнейшего роста производства сельхозпродукции. Федеральная программа рассчитана на 10 лет. Наращивать темпы такой работы ведомство намерено постепенно. В 2021-2022 годах ожидается вовлечение по 700 тысяч гектаров в год сельскохозяйственных земель. Минсельхоз отмечает, что система ввода земель в оборот не содержит информации об их качестве, составе и структуре собственности. Данные разрознены, отсутствуют или недостоверны. В связи с этим среди целей программы Министерство выделяет сбор и систематизацию данных, а также утверждение схем землеустройства более 40 миллионов гектаров муниципальных сельхозземель. А в Оренбурге более 18 тысяч гектаров земли возвращены в сельхозоборот. Такие данные дает управление Россельхознадзора по Оренбургской области. Выявлено более 30 случаев неиспользования сельхозугодий. Такие земли обнаружены в Курманаевском, Бугрусланском, Красногвардейском, Светлинском, Элекском, Домбаровском и Пономаревском районах. Как сообщают в профильном ведомстве, неиспользованные сельскохозяйственные угодия могут стать причиной природных пожаров. Мы делаем инвентаризацию всей земли, которая не обрабатывается. Особенно для нас важно в озимосеющих районах. То есть, ну, проще сказать, так, это от Оренбурга, вот сюда Сарапташ, Сапмары, пошли дальше туда, на северо-запад. Вот в этой территории, там, где прекрасно далее зима, у нас порядка 188 тысяч гектаров земли не обрабатывается. Всего в этом году в Оренбургской области в сельхозоборот будет введено порядка 50 тысяч гектаров земли. А по программе, рассчитанной которой на три года, планируется увеличить этот показатель до 152 тысяч гектаров. В основном это земли, находящиеся в озимосеющих районах. О спорте. Из Сочи, с чемпионата России вернулись оренбургские легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. На Черноморском побережье наша команда завоевала 14 медалей. Слово нашему спортивному обозревателю Анатолию Юзеничу. Спасибо, Татьяна. Пересидев карантин, Орская команда вновь готова к решению задач сезона. И со второй попытки все-таки отправляется в выездную серию. Теперь по маршруту Тамбов, Воронеж, Ростов. У наших легкоатлетов приятные ощущения хорошо выполненной работы. Ведь сочинский чемпионат – первый за полгода турнир. Съезжаются команды со всей страны. 380 человек. Все интенсивно тренировались и мечтали соревноваться. Выходит, наши подготовились особенно. Оренбуржцы показали свои лучшие результаты. Все возвращаются с наградами. Уровень национальной сборной подтверждает неделька с Избасарова. Александра оформляет в Сочи полный комплект медалей. С золотом в своем профильном забеге на 200 метров. Дияс, как обычно, выигрывает любимые прыжки в длину и везет домой еще три серебра. Бег, прыжки в высоту, впервые толкание ядра. Хороший подарок к своему 25-му дню рождения. Сейчас очень много молодых спортсменов появилось, которые уже прям поджимают меня. Я считаю себя старичком уже в этом деле. И свою корону дисциплину я никому никогда не отдам. И попробовали еще себя в толкании ядра. Это было для нас новинку, неизвестным видом. В итоге попробовали, занял второе место. Сам очень рад, горд, наверное. На глазах прогрессирует и становится универсалом оренбуржец Семен Картузов. У него четыре медали в беговых и прыжковых дисциплинах. И это при том, что бороться приходится с сильнейшими соперниками. Например, главный оппонент – заслуженный мастер спорта Нижегородец Михальков. Прыгнул я по личному высоту 160, побил свой личный рекорд. На 100 метров у меня давно не было призовых медалей, то есть даже в тройки не попадал. Сейчас я второй. Чуть-чуть не хватило до первого. Моя ошибка, на которой сейчас очень тщательно работаю. Илья Невмарин, выступая после долгого перерыва, занимает третьи места в беге на 100 и 200 метров. После травмы колена, сложнейшей операции и тяжелого двухлетнего восстановления Илья возвращается на прежний уровень, уступает только паралимпийским чемпионам и снова стучится в дверь сборной России. На 200 метров удалось поставить личный рекорд. То есть я до травмы так не бежал, как пробежал в этот раз 200. Но, правда, конкуренция была, конечно, более чем достойная. Поэтому приходилось выкладываться на максимум, уже несмотря на травмы. Хотелось посмотреть свой же результат, узнать вообще, к чему вышел за эти два года, вернул ли свои позиции. Ну и как бы получилось так, что вернул. Ирина Харламова в прыжках в длину впервые выступает на взрослом уровне. Добывает бронзу. Прыгает на 3.40. А если бы не травма, то могла бы еще дальше. Я рассчитывала в этот раз на мастер спорта. Я планировала и думала, что получится в этот раз. Я травмировалась и рассчитывала больше. Если бы этой травмы не было, я бы показала намного лучше себя. В общем, наша дружина традиционно берет не количеством, а качеством. Результат выглядит особенно выигрышным на фоне других команд по 20-30 человек. Например, осетинской или дагестанской. В этих республиках сейчас неожиданный бум паралимпийской легкой атлетики. Они просто объясняют, мы приезжаем на родину, мы национальные герои. Там и зарплаты, и пенсии соответствующие. Смотрю, Челябинск поднялся уже очень сильно. В чем дело? Оказывается, у них открылась адаптивная школа, большая школа сейчас там. Столько бы желающих заниматься. И вот на фоне этого, к сожалению, у нас в Росташах ребята, которые у меня занимались, они все числились там и сейчас закрыли эту школу. Дикарев чемпион России, призер чемпионата России Харламов. Они повисли в воздухе. То есть они сейчас негде. И хотелось бы, конечно, чтобы эти ребята были устроены. Тревога тренера оправдана. Перспективные спортсмены должны быть устроены. Сейчас в основной состав сборной России входит «Неделька» и «Избасара». На поездку в Токио рассматривается кандидатура Невмарина. В спорткомплексе Олимпийский областного центра проходит традиционный всероссийский борцовский турнир на призы губернатора Оренбургской области. С ухудшением эпидемической ситуации в стране. В меньшую сторону меняется количество участников. Но, несмотря на сложности, кворум собран. В греко-римской, вольной и женской борьбе около 140 спортсменов из полутора десятка регионов. Следующий матч у Оренбурга также выездной и также непростой. В субботу в Москве сыграем с идущим четвертым дублем «Спартака». Татьяна. Спасибо, Анатолий. Подробно о спортивной жизни региона в каждом выпуске новостей. Не пропустите. Это пока все новости дня о развитии событий в наших следующих выпусках. Вернуться к обзору программы ОРТ вы всегда можете на сайте media56.ru. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова